Говорить, может быть, о двухсрочной работе, но в Москве имеет смысл применять к работе министов достаточно простой подход, помогает она к федерации или нет. Вообще, это именно эта ситуация, когда компания готовит продажи, когда достаточно легко по ледопозициям предложить ее периодическое задание. В данном смысле, полагаю, что очень многие редакции, по крайней мере, когда они обращаются, демонстрируют, что в данном уровне управления риски пересутствуют. Если мы не вспомним про этот правовой рудит, это был уже лет на генеральной деятельности, небольшой назад, то, возможно, имеет смысл тем, кто не обидел себя периодическим цитатом, чтобы задуматься по вкусу, чем это похоже было. В основном, проблемы приходят сейчас со стороны рекламы, наверное, связаны с тем, что рекламы стали более агрессивными, они стали, скажем, с меньшей лоярностью воспринимать отказы от публикации их рекламных материалов, более болезненно воспринимать запросы этих документов. И, соответственно, возросло количество обращений в связи с возбужденными делами организма по нарушению. Как правило, в их хорошем раскладе возбуждается одно дело, причем в том случае, если забудовременно было обращение за юридической помощью, что это делали еще и по признакам нарушения, и по признакам нарушения, которые я приводил на различных семинарах, когда составляются, скажем, 3, 4, 5, 7, 10, 12, как я говорил, максимум 74 протокола. На наш взгляд, не существует границ того количества протоколов, которые можно найти, составить территориальное управление технополной службы по одному обществу. Я бы хотел обратить ваше внимание на следующий момент. У вас таким бы добрым он не был, в таких бы замечательных отношениях мы с ним не находились, обязан в том случае, если какой-нибудь пенсионер напишет в территориальной управлении, что я бы обнаружил в каком-то номере не справиться в каком-то 5 нарушений, не справиться в следующие еще 5 нарушений, вас будет обязан по каждому подобному нарушению сообщение провести проверку, спросить у нас документы, если документы покажут, если эти нарушения есть, то отказ вас от возбуждения дела означает просто серьезное. Причем проблемы личного смысла для чиновников, я не думаю, что они смогли настолько нас прикрывать, чтобы наши нарушения не замечать по обращению. К сожалению, на возросшем конкурентном рынке, уж не знаю, муниципальные газеты, можно муниципальные газеты, скажем так, скажем, не конечно, не знаю, но по крайней мере участились случаи, когда друг на другу, то есть, я напишу, подобные заявления, фасады, как бы условно выкрепили, только аккуратно, и это дело произвелся. Но это статистика, которая застает. Та практика, которую мы раньше применяли относительно безболезненно, перевода ответственности на главного редактора, в последние месяцы, ну, не скажем, два года назад это началось, в последние месяцы это возросло еще сильнее, она работает хуже. И, скажем, если раньше мы могли, ну, в экстренном случае, с помощью устава редакции, с помощью, там, других реакционных документов, приказов, актов, передачи номера, скажем, анализа корпоративной страхи этой структуры, попробовать перевести ответственность на некое должностное, как физическое лицо, с снижением максимального штрафа с 500 тысяч до 20, а, как правило, на физических лиц, там, больше 4, ну, не бывает звучащихся статур. То есть сейчас гарантировать, что такой физ пройдет, мы не можем. Мы пытаемся, мы всегда это делаем, пока ФАС, кажется, с большей легкостью прекращает дела, там, у малозначительности, даже как там, у значительности, там, не пахнут, чем идет, нам, скажем, то, чтобы привлечь только должностное лицо. То есть это связано с тем, что в прокуратуре, в центральном аппарате, по слову, принято, в общем, негласное решение. Привлекать только либо юридическое лицо, либо ИИ. Соответственно, на мой взгляд, выход один, ждаться, не нарушать законы рекламы. Не нарушать его, в принципе, нетрудно. Могу сказать, что там 95% нарушений связано не с тем, что, опять, уж очень загадывающая ситуация. То есть с такими, действительно, у нас, скажем, 5% рекламных материалов, которые вводят на данный экспертиз, они сильно очень сложные. И по ним приходится собирать анфилиумы, идти к чиновникам класса, советоваться, с какими-то дружественными порядками. Может быть, с какими-то юристами, с большим судебным опытом, и, кстати, с этим делом, таком, скажем, что... А по большинству случаев это именно дарщина. Просто, вот, там, отсутствуют прибреждениями, недостаточно точки этих прибреждений. К большому счету, научить менеджеров вот таким элементарным правилам гигиены. И объяснить, в каких случаях мы можем себе отправлять рекламу юристов на контроле, если есть что-то более сложное. Но это просто вопрос желания. По-моему, такой момент пока недостаточно. И, к сожалению, член Альянса обращается в ситуацию, которая уже подобула большим количеством составов. Я думаю, что, в смысле, показывать общение с одинаковыми службой, очень плохо составляются документы с рекламодателями. Это плохо с точки зрения взаискальной задолженности, с точки зрения представления документов фас. Фас теперь начинает штрафовать не только за, чтобы не занадлится рекламе, но и за то, что, скажем, на ближайшем образом, можно вообще не оформить договор с рекламодатем. Фас, который ждет. Есть, предположим, акт о выполнении. Фас стоит достаточно восстановлен. Сделки, которые исполняются в момент включения, могут заключаться в учительной, не в писемной форме. Если сделка сначала оплачена, потом исполнена, то должны быть письма на договоре, в том случае, если бы нет, то в нарушении формы сделки вас выписывает штраф в последнее время. Рост полнадзора проводит проверки. Вы, например, знаете, что во время этих проверок регулярно смотрят исключительные документы, которые, скажем, в последнее время у нас 20% редакции, которые крайне правильно оформлены, может быть, возрастут до 60-70. В результате, в значительной части редакции, выставы, скажем, имеют существенные скидки и вы просто в консульстве будут ответы. Я думаю, что для того, чтобы не платить штрафы и для того, чтобы не реставлять аннулированные средства регистрации, лучше, кстати, проверить этот вопрос. Конечно, проверяют выходные данные. А выходные данные, хотя пролеза 27-я статья законодательной инвентарной, вот никто так не проверяет у себя, чтобы пройти проверку. Это самый простой протокол, в том числе, в рост полнадзора. Для, там, юристов, на самом деле, 5-минутная работа не только. Я считаю, что для нас, ну скажем, из вызовов этого года, специфичных, наверное, сайта стали наибольшей новостью. Здесь я бы хотел обратить внимание на какие проблемы, как, скажем, поиск ответственного за всевозможные, и не забывайте, когда пользователи размещают фотографии, рассказывания, какие-нибудь, скажем, неспоминецкие свойства. Ну, наверное, ситуация для средств массовой информации в целом складывается вот приятно. Здесь сейчас, наверное, нет возможности анализировать, как можно поступать в инвентарную ситуацию. Я просто хотел бы обратить внимание на то, что если у вас есть форума на сайте, то, наверное, неплохо было бы подумать об этой безопасности. Хотя, вот сейчас и статьи не всегда вычитываются. Скажем, очень-то статьи у наших перейдеров показывают, что риски достаточно приличные есть, и от них действительно легко защищаться. В том случае, если, скажем, есть статья, от которой затрагивается сложный вопрос, в среднем, в течение 20-30 минут можно такому статью, скажем, восстановить, есть ли проблемы или нет. Ну, с вероятностью, скажем, предпочтить на суде нельзя, чтобы они, там, в 20-30 минут, 60-70. Вот. А если вы тяну все это возьмите, то, соответственно, с существенным увеличением шансов отказа до стекла. Что касается сайтов, то, еще, скажем, основные ответы, то, что персональные данные для нас ставят, тогда, когда мы проводим такие интеракции для читателей, для подписчиков, вручаем призы, начинаем, можно сказать, оказывать услуги по рассылке рекламы, как и мой. Для эту услугу мы обрабатываем большое количество персональные данные. Росконтур – это тема сейчас заданная платная, и больше всего занимается сейчас этим. И, в общем, когда они проводят проверку персональных данных, ну, кстати, там, банков и прочие, они набивают руку, а когда они приходят в СМИ, они понимают, что, ну, заодно, почему бы не проверить этот приятный вопрос. Я думаю, что, в том случае, если у нас вообще в организации не были негативными, я, скажем, основные, моих врачи персональных штрафуют, штраф не очень прошло, но, все-таки, подготовить этот пакет документ не так сложно. Но, по нашим пределкам, снова я, скажем, можно за два дня разработать разумный пакет, соответственно. Что касается сайтов, то еще, конечно, ну, крайне желательно, чтобы посмотрели, собственно, из чего состоит он, как программный такой комплекс, и имели бы права на это, потому что очень большое количество и дизайна, и программ, он создает с редакцией, ну, скажем, невранных, четких выставленных трудовых отношений, невранных, нормальных составных договоров об учреждении, причиненного права и рецензионных договоров. Ну, а скажем просто, кто-то когда-то что-то подписал, без от этого оформления передачи передается авторство. И правда, сейчас упомяну, на первое место по услугам взыскательности. Скажем, еще несколько лет назад, в качестве наибольшего финансового листа из суда мы бы обозначили, наверное, риски осуществления главной депутации страны физических листов, которые были граждан суда, в общем, запрещенном, несколько тысяч миллионов взыскательности. Если статья была недостаточно осторожная, ну, в общем, уважом счету, исследование системное законодательство вполне позволяет приближать эти законодательности так, чтобы при причинении передать его репутации, вот все убытки, которые с этим связаны, они надо думать, что тут убытками всегда сейчас принимаются, ну, и там, письма о том, что мы отказались заключать свои договоры на миллиарды долларов, потому что мы проще искать в газету. Конечно, такие приемы уже не хватовы, а сейчас, там, из целей достаточно разумно доказывают умы, и в будущем мы исполняем плюс. Даже для среднего рекламодательства, средней конечной структуры составляют шести-семьезначные цифры, если подойти к этому аутсуну, то теоретически возникнет значение цифры. При этом обратите внимание, что, когда радости, как заказано, неисплонны думать по поводу свободы СМИ, и в отличие от постановления программа, которое дало насъяснение Верховного СМИ по поводу того, что не нужно разорять средства массовой информации, переписываясь, значит, не связываясь с предпринимаясь свидетельностью, подобная позиция вознаживания оргограммства, ну, не звучала у них, соответственно, могут быть интересные проблемы с этим. Кстати, более при развлечении соответствующих материалов на полном мире, там какие-то высказывания. Наверное, когда мы работаем с антенцией, если посмотреть на авторское право, если редакция маленькая, если она не делает у нас газету, скажем, на сайте не использует фотографии, наверное, теоретически можно что-то пройти с интернета, у нас свой страх и риск в смысле истографии. Если, скажем, газета достаточно популярная или если у нее есть онлайн-версия, но для фотографов просто подарок увидеть свою фотографию, сразу обложайте количество фотографий, скажем, тысяч пятьдесят, которые он не прикладывает усилий, не графитных юристов, сможем взыскать минимальные границы, скажем, расходной компенсации. Ну, здесь тысяч это минимальное по закону, но, скажем, суды без особенно проблем, тысяч пятьдесят три суда взяты. Сколько-то сколько у нас. Конечно, есть и достаточно обжимные случаи, когда мы можем цитировать произведение или брать их целиком в полимических и критических целях или, скажем, произведение в пунктикующем политическом царе, экономическом репережном вопросе, которые опубликованы в СМИ без соответствующего запрета. Но редакции так правилами разбирались, не разбираясь с редакторами абсолютно предметов, где границы этого права, это возможности, это исключение. Пользуются, если бы не знаю, скажем, статью 1274 гражданского футболица неосторожно, но, скажем, в качестве КОФМО, наибольшую сумму заслонения за нарушение авторского права в последний месяц составила 6 млрд рублей на порядке анекдот. Я думаю, что принимается посерьезность поэта. А бывают ситуации, что просто, скажем, за неосторожно квалифицированными спектрами популярного поэта, на 1200 звездных журналов, по-другому движению исполнено соответствующим. Просто для красоты на развороте журнала несколько стихотворений. Это достаточно, чтобы взыскать соответствующие деньги. Товарные знаки... Как только мы уверены, что это тема, а это я не знаю, сколько у меня времени. А, Федор, если можно, вот по основной тенденциям мы вкладываем еще минуты-две, на то, что я приглашаю на вопрос. Отлично. Хорошо. Товарные знаки. Если вы вкладываете, вы обязательно вкладываете 5-8-3 коды в развитие какого-то бренда, потрудите 5 млн квадратик на то, чтобы проверить, а есть ли соответствующие товарные знаки. Потом, когда приходит правоплодатель, время, все то время, пока вы работали на этот товарный знак, начинает работать против вас. С того момента, когда вы оценили листы, вы знали, что есть там фирма одна, фирма вторая, фирма три, в которых есть схожие знаки, выработали какую-то тактику, обыкновение в отношении к ним, время начинает работать на вас. Чем больше вы приобретаете отличительную способность в какой-то выставленной позиции, и что вы будете делать со своим товарным знаком, тем для вас не согласна с администрацией. Чем больше лет вы исполняете чужой товарный знак, зарегистрированный, не зная про аресты, но, соответственно, тем выше будет сумма, которая вам придется для добровольного порядка и государственного согласия. Количество судов, которые выигрывают сейчас СМИ, имеющие только свидетельства и администрации, не имеющие товарные знаки, ну, сошло на нет. Раньше еще, в общем, суды арбитарные отошли навстречу, считали это некими средствами индивидуализации. То есть, после принятия четвертой части ДК правный знак этот перебивается в зависимости от СМИ. Почти в согласных случаях, в лучшем случае нам оставят такой точек. Маленький правный способ предоставить на серьезную юридическую работу в суде, на чуть-то более управляющей проверкой товарного нации. Соответственно, я думаю, что нужно, если вы планируете очень четко рассмотреть на то, какой правный знак вы будете использовать, если у него нет, если вы хотите оценить истинные, понимаете, чем вы живете в текущий момент. Ну, наверное, все произнести, что я задаю только возможности, соответственно, давайте сейчас. по сути выступления. Я хочу поблагодарить Федора за выступление и сразу договориться, что сейчас у вас нет, к сожалению, возможности задавать какие-то вопросы по специфичным вашим юридическим проблемам, которые сейчас возникли, пожалуйста, но если есть какие-то вопросы по тенденции по сути выступления. Вы сказали о каких-то элементах по персональному данному, есть масса других, скажем, договоров, которые являются коммерческими тайнами. Положение определяет, скажем, на 30, на 40 процентов связи. Дальше есть, может составить список сотрудников, которые вправе познакомиться с соответствующими персональными данными. По всей сути, сотрудникам необходимо заключить дополнение трудового договора, который обяжет их хранить эту информацию в тайне. Необходимо будет, скажем, определить, где хранятся персональные данные для того, чтобы обеспечить доступ к ним третьих лиц. Необходимо будет, скажем, постараться вычислить из официальной части работы редакции указание на то, что эти персональные данные присутствуют в электронной форме в таких ваших компьютерных системах, потому что это дорого хранить официальную информацию с сертифицированными связями и по всей видимости, ну, все. А нам не взяло создавать такие моменты, чтобы по шагам люди знали, что делать? Да, обвинение следующее. Вопрос к вам, да, ко всем. Потому что мы с Федором встречались, предварительно обсуждали, чем он был бы полезен нашим самым мечтимом. И у Федора, соответственно, вот вам есть предложение. Во-первых, можно по таким знаковым вещам сделать рекомендации за пошаговое. Если это востребовано память, то опять же вам нужно спорить. И другой такой момент, который тоже мы обсуждали очень предварительно с Федором о том, что есть определенные пакеты документации стандартизированные, которые, конечно, надо приводить в принципе. Коллеги юристов СМИ готовы рассмотреть о том, что нам, Андрей, как организация, мы должны являться заказчиками вот таких стандартизированных пакетов. Опять же, если это интересно, мы проведем переговоры дальше и сделаем в этом месте. Очень готовы запросить. По поводу персональных данных, хотел бы сказать еще, что у нас широкие возможности да, у меня нет. Значит, про персональные данные у нас широкие возможности использования без решения очевидно, что нам получать разрешение от каждого субъекта просто мы замучились. просто нужно тогда думать до того, как мы, скажем, проводим акцию, в рамках которой будут собраны персональные данные, о правилах проведения для акции, скажем, каких-то условий публичного договора или правилах проведения для акции, которые могут присоединиться, считайте. Ну, все равно, конечно, фондов какие-то заводы. Тогда у меня вопрос, я решила о персональных данных, есть, возможно, еще, да, такие области, в которых вам необходимо, какие-то большие пакеты стандартизированных документов, товарные знания. в левом брусе, в самое ближайшее время тогда прислать нам на администрацию какие-то темы вас интересуют, и мы тогда приведем опять в этом направлении. У меня есть еще одно такое предложение, не знаю. Хорошо было бы, знаете, у нас входит много организаций, мы самые подсильные, вообще, по статусу нашему. Хорошо было бы, в общем, таким образом обобщать судебную практику, те процессы, в которых достаточно много они связаны с творчатой, они связаны со многими другими вещами, суды будут ухаживать из нас. Хорошо было бы, и эти обзоры получать, потому что, ну, всякая просто теория, она остается теорией, вот, а практически вот, прецедентные какие-то вещи, они легче усваиваются, нам их легче понять, просто. Если есть такая возможность, хотя бы раз в месяц некий обзор получать, вот на чем-то, все-таки, юридически сегодня, чем озабоченный антолитик, вот, какие сложности, может быть, ваши выводы были бы интересны, вот, где они, где и так можно поступить иначе, для того, чтобы это не проиграть, ну, в общем, немножко какие-то, вот такие вот отменные мнения, но они нам очень помогут, мне кажется. Так вот, тоже отмечаем, что каждый юрист, когда нам ищет информацию в интернете, там, 50 сайтов, а что произошло, он, конечно, допускает, там, большую часть информации, поэтому мы этим занимаемся, и сайтов, и есть подобные статьи, В свою очередь, я не хотел отмечить, тут все-таки зашли на нашу закрытую форму, юрист, потому что так тоже обсуждались конкретные случаи, конкретные восстановления, и многим это помогало. Пусть это тогда два связи регистрируются. Но, Федор, можно уточнить персональные данные, мы можем хранить в электронном виде, потому что мы с вами пишем программу, где наши письмники, все занесены, все читаются, клинка. Я думаю, что, если используется, скажем, в рабочем порядке, без формализации, то, наверное, совсем отказываться, например, от пересылки по электронной почте этой информации или там составление каких-то подобных баз не следует. Но, в том случае, если Роскомнадзор придет и заветирует такую базу у вас на компьютерах без сертифицированных сертификаций чрезвычайно дровной процесс и чрезвычайно сложный след защиты от модификации неправильного доступа этой информации, то штраф будет. Ну, штраф не такой большой, может быть, чтобы его не перенести, но все-таки я рекомендовал бы продумать оценить риски, ну, скажем, постараться заранее подумать во время проверки будет как будет построен ответ на вопрос хранятся ли у вас персональные данные в компьютерных и сетях и сетях проще программы и все теми программами которые сейчас есть достаточно или нет? ну, просто если мы не скачаем за 100 долларов лицензии на какое-нибудь хорошее графическое средство для этого будет недостаточно, нам придется доказать, что у нас в целом программное решение является сертифицированным для этого нужно покупать интегратора которые утверждены тем то есть это будет достаточно если вы защитите данные скажем если кто-то ручается, что эти программы сертифицированы как литератические известные изначения информации Российской Федерации это надо? но сферными дворами они есть но стоит сказать за все хорошо я скажу на ноте соферму не очень компетентен посмотрев документы я бы сказал то это но просто задавая вопросы надо ответить и спрашивать надо ли защищать с первого января эти дамы или не надо их защищать для СМИ именно и являются там написано малые предприятия а что относится к малым предприятиям мы ее разъяснили поэтому надо ли нам защищать или нет такую исполнение понятно сейчас спасибо спасибо ну значит в моем понимании в каждой редакции режим принимается настоять у нас есть право использовать публикацию персональные данные без разрешения но все что связано с процессом обработки персональных данных в частности хранения мы конечно подчиняемся очень правильному основному законному персональному данных неоднократно с различными сроки ввода есть я думаю что если сейчас только такие документы положим при проверке на стол то они будут востребоваться полнаторами благословными если у нас нет ничего то нас похвалится но что это что-то конечно можно смотреть 4 я помню 5 тысяч за 1 нарушение за 1 за 1 за 1 за 1 за 1 за 1 влат а между проблем방 значит в первое пробуждение А вы говорите, нет, давайте так и в десяточном, они говорят, ну, в 15, и в центре меньше. Ну, по рукам, по рукам. А теперь можете проверить. Скажем, если во время прозерки не будет обнаружено что-нибудь чрезвычайное. Я думаю, что с персоналами, наверное, пока пониже, им, ну, как бы, нужно просто наработать правство. То, что через два-три года, скажем, они нас обойдут, и мы еще не будем готовы, а они уже будут вполне существенно штрафовать. Наверное, это, начиная с банков, которые обрабатывают на телевидении, ЖКХ, там, ну, тех организаций, где-то слипинет, 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 слипинет. Но я думаю, что для нас это постепенно будет. И с нами возрастается. У меня такой задавный вопрос. В общем, Геймер должен платить на все эти коммуникации, на шатах, за то, что он цитирует мистера Трискера, владельца завода в газете «Парафон». Это же, в общем, из сихотворения. Цитирование в политических, политических, информационных целях разрешено. Соответственно, если он использовал цитату в целях, направленных целях цитирования, я думаю, что нормально. Противающего дня, все-таки, каждый из нас правильно упомянует, но тогда, когда мы, ну, скажем, срабатываем деньги на использование произведения, ну, я вас уверяю, РАО работало замечательно, все, что касается электронных, СМИ, проблематиков. Авторам, поскольку их решили практически возможности выйти из РАО, ничего не остается, как теперь уже посматривали в сторону печатных. Но вообще есть векальная сейчас вот возможность нерва хватать, нерва хватать под заклоном защитного персоналя? Боюсь, что нет. Боюсь, что в любом случае, там, в любом предприятии, в котором есть хотя бы один работник, если там учредитель спадает с директором, наверное, он сам себе персональные данные может довести без документов. Если есть хотя бы один работник, то уже получается, что это такая универсальная услуга для всех компаний. То вся экономика, все предприятия должны быть, да? Да, ну, просто до того туда идет кожа, до того, что раньше. В целом, это не еще один того же инструмента от роли, возможно, прийти, посмотреть информационную структуру предприятия, что-то там оштурфовать во время администрации. Это вот в общественном палате звучит как раз эти коррупционные, да, законы университет, как коррупционные. Ну, я вам могу сказать, что если посмотреть вообще на общемированные тенденции, то почти везде Росглавные надзоры, ну, по-моему, занимаются в мире, конечно, в меньшей степени надзором за СМИ, и в большей степени как раз направятся исходные персональные данные. Так что это такое модное дело в соответствии с европейским игровым тенденциям. И я сомневаюсь, что Россия здесь стала делать шаги назад, скорее всего, она будет делать медленные шаги вперед. Мы сейчас прослушали выступление ответа на вопрос, и я бы вас попрошу, если вот есть, да, на древности, опять же, как мы говорим, какой-то либо разъяснительной работы, либо стандартизированный, да, в пакетах информации, пожалуйста, обращайтесь на соответственные выработы совместных предложений, мы его обязательно сделаем, у меня с участием. Федор, спасибо огромное. Тогда мы не обращаемся, просто, да, и это начало, и все будет продолжено.